здравствуйте сегодня мы поговорим о всенародных любимцах если они еще не ваши любимцы то я думаю станут когда вы их послушайте наверно самые известные бородачи в мире которые ставили культом и в мультфильмах и фильмах и в серьезной литературе и в несерьезной сериалов их очень много и игрушки есть с ними и компьютерные игры и с ними речь идет о легендарной техасской группе американская зизи топ здесь этот вообще группа удивительное сочетание блюза буги-вуги рок-н-ролла хард-рока новой волны даже элементы хип-хопа добавили это все создало им определенную легенду легенды вы понимаете за один раз не рождаются и мы как всегда посмотрим прошлое откуда эти бородачи и вернее два бородача третий барабанщик по фамилии борода фрэнк бирк бирк извините он не без бороды а гитаристы основной композитор идейный вдохновитель билли гиббонс с огромной бородой и бас-гитарист дэйси фил тоже с огромной бородой вот такие бороды по ветру развиваются но бороды выросли не сразу гиббонс родился в сорок девятом году городе хьюстон это техас музыкальной семье отец был режиссером и пианистом обучался музыки папа заметил его склонности и на 13-летие ему подарили по тому времени шикарный подарок это в шестьдесят втором году настоящую электрическую гитару гибсон лес пол хорошая знаковая гитара и пацан конечно в таком возрасте имея такую гитару с ней буквально ложился в кровать спать первую группу сколотил на школьной базе в 14 лет ну и там вы понимаете все шло как по накату интересно другое что гиббонс пытался играть психоделический рок это у него весьма получалось и небезызвестный вам джимми хендрикс о котором у нас есть ролик очень лестно отзывался о игре гиббонса обили гиббонс конечно до сих пор вспоминает свое знакомство с хендриксом мало осталось людей которые вот так вот действительно с великим джимми запросто вот общались от гиббонс среди них числа так вот два остальных участника бас гитаристы барабанщик тоже играли в группе тоже играли блюз психоделий но эти группы были локальные они не имели никакого успеха пока в семидесятом году не возникло это знаковое трио дебютный альбом вышел 16 января 1971 года на фирме грамм запасе лондон рекордс сами музыканты настаивали на том что мы хотим только писаться там где выпускали свои альбомы джон мэйл и rolling stones только там и вот на лондон рекордс вышел их дебютник он произвел локальный успех группа была очень почитаема на юге соединенных штатов весь юг фактически был их и самое интересное другое что гиббон вспоминает мы не стеснялись играть везде и всюду в стриптиз клубах самых засранных гендела как самом за халут захолустья и горит вспоминается такой случай когда открылся занавес а в зале сидит один пацан все публики никакой нету этот собирался уйти но мы его купили кока-кола говорит посиди послушай хоть вот он 45 минут послушал и вы знаете это не байка потому что через 20 лет когда был огромный стадион этот пацан уже вырос и подошел к нему говорит но мы его вспомнили конечно этот концерт вспомнили и мы ему в этот раз купили не кока-кола пивка он уже повзрослел чтобы это горлышко смочил и любил нас дальше но второй альбом был по профессиональный но прорыв произошел с третьим альбомом 1973 года который так и называется трес хомбарс я вам скажу что лично у нас это одна из любимейших блюз роковых пластин до сих пор это был настоящий прорыв наконец-то группа поймала свое звучание за счет никого и утяжеление драйва более четкая работа вас гитарой и барабанов создала так вот знаете груз и гитара билли гиббонса и там просто их эпохальная песня есть лагриндж называется и многие музыканты переиграли это знаковая песня здесь и топ но когда вам скажу о чем она вы наверно немало удивитесь это песенка о городке техасском для грей лагриндж где находит находился один из старых самых старых борделей техаса и через который как говорит билл гиббонс прошли многие поколения достойных мужей и отцов многие отцы водили туда своих детей взрослых для того чтобы они понимали премудрости плотской любви и по жизни ему было проще такое общем-то культовое место я вам скажу что текстура здесь итог незатейливая она жизненная пьянки бабы пустыни машины мотоциклы но людям это очень нравится потому что они не вникают не вы знаете в глобализацию некую философства не особо у них сила не в текстах а вы их ним драйве я вам скажу там музыка очень драйвовая очень заводная и как сходил сказал один из журналистов хорошего известного журнала rolling stone что под здесь и топ невозможно не дрыгать ногами если вот и только находишься в глубокой коме ты этого делать не будешь поэтому группа действительно очень заводная это альбом был прорывный потом пошли хорошие качественные работы группу заметили они уже собирали до 80 тысяч зрителей был у них такой рекорд установленный в техасе на родине ну и уже их начали знать европе потому что они проехали с концертами но вы понимаете эти изнурительные туры группу буквально обескровили и они между собой договорились на три месяца уйти в отпуск это было в семьдесят восемь году в конце 77 но эти три месяца растянулись почти на два года и группа собралась семьдесят девятом году с удивлением обнаружив что у двоих уже большие бороды тогда они в первый раз их отпустили барабанщик был с небольшой бородкой такой испаньолкой вот с этого и пошла ихняя бородатая слава альбом элло к 81 года был очень классный но альбом 83 года иллюминатор иллюминатор это был вообще прорыв полный прорыв группа нашла магию звука и хотя многие пуристы от блюзов и блюз рока группу проклинали обвинив ее в коммерциализации в попсовости и погоне за длинным долларом но вы понимаете магия в чем секрет они пошли давайте говорить так наукообразным образом поймали вычислили это и общеизвестный факт что лучшее для слуха воспроизведения ударных это 120 где-то в минуту вот этот бит выдерживается плюс бас-гитара плюс они добавили новомодных синтезаторов и как кто-то сказал это получается блюз-рок замешанной с группой крафтверк еще с танцевальными ритмами диска альбом продавался вообще по миру с шикарными темпами группа попала наконец-то в хит-парады на ведущие места и соответственно был мощнейший тур мощнейший тур который принес огромные деньги на волне такого успеха они выпустили восемьдесят пятом году альбом авто бена который стал еще более успешным как по местам хит-параде но по продажам он все равно даже на сегодняшний день иллюминатор не превзошел группа продала по всему миру это про все альбомы я говорю порядка семидесяти миллионов на сегодняшний день и и знает везде но были у них и проходные периоды вот скажем просто после авто бенера они выпустили альбом ресайклер 90 года он был попроще хотя тоже хитовый а потом был определенный застой то есть они были как бы на плаву но там эти альбомы они там например антенна 94 4 года они не производили такого фурора группу любили уважали да но и бывали у них казусы когда они со своим звучанием 83 года приехали на фестиваль город донингтон это в англии монстр рока известнейший фестиваль их публика забросала бутылками и мусором не восприняв этот как они сказали попсовый звук а потом впоследствии надо никто них принимали на ура то есть с ним привыкли гиббон все эти обвинения отвергал говорил музыка тема сильно что она разнообразна но в конечном итоге группа все равно вернулась своему блюз роковому звучанию и помог им в этом известный вам продюсер рик рубин о котором мы говорили в роликах а ряд ход чили пепперс и в данцы глине данцы и то есть это известнейший продюсер и что самое интересное такой же бородач борода длиннейшего на так вам по плотнее малость будет так вот рик рубин он известен тем что он реанимирует группы от определенного застоя это же сделан с металлика 2008 году когда взял своих продюсировать и это же сделал он из дизиток альбом la futura 2012 года явственно показал возвращению в качеством у блюз року и группа продемонстрировала себя во всей красе во всей красе старое звучание плюс некоторые новые элементы альбом продавался был шикарнейший туры с 9 с концерта 2012 года это все доступно в ютюбе это все присутствует на сегодняшний день группа уже давно альбомом не выпускала от у них был перерыв 2003 2012 2003 был альбом эскалера потом вышел этот la futura большие перерывы но билли гиббонс выпускает сольные работы и почему мы не вспомнили потому что недавно вышел альбом билли гиббонса хардвэя называется классный рекомендую там многое здесь топа многое своего и барабанщик там замечательный мэд ссором который стучал в числе многих эвганс андроузес знаковый барабанщик поэтому я думаю что здесь и топ вы можете потанцевать под них и попеть и все что хотите группа очень веселые клипы замечательные слушайте и смотрите спасибо за просмотр всего вам доброго а